здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем джейм перочек из мохера вот пожалуйста за скриньте себе схемку эта схема это уже готового размера и сейчас просто делаю досьем моего который у меня получился смотрите ширина 64 сантиметра то есть он большой оверсайз с воротником вот этим набранным воротником вот и вязала я его спицами четыре с половиной миллиметра из вот этой вот итальянской пряжи здесь у нас 20 процентов полиамид 80 процентов супер кит мохер 25 граммовые моточки 200 метров что я вам предлагаю я не знаю найдете вы такой не найдете ушло у меня 225 грамм на свитер такого вот размера вот ну давайте я напишу 250 примерно до плюс-минус потому что я вам вязала в два сложения вот смотрите вот алисы ализе кидмохер кит-кидроял что у нас тут 500 метров в 50 граммах тот же метра что если если вы возьмете этот кидмохер то вы попадете точно и спицы четыре с половиной миллиметра здесь у нас 62 кидмохер и 38 полиамид а здесь я говорю уже забыла 80 мохера тут больше мохера вот значит 250 грамм пряжи кидмохера замените может быть там указал есть я не знаю девчонки я думаю кидмохер он он есть во всех как бы брендах своя линия мохера этого значит купить пряжу идеально подходящие для вашего будущего вязаного шедевра можно без лишних хлопот достаточно просто посетить наш интернет-магазин вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи в ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества таких проверенных тысячами клиентов производителей как ализе и yarnart мы внимательны каждому клиенту мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки мы оповещаем вас об акциях скидках и пополнении ассортимента мы хотим вдохновлять вас мы хотим быть лучше для вас наших любимых клиентов чтобы купить пряжу обращайтесь к нам вещи связанные с нашей пряжей будут очень удобными теплыми уютными будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно доставка осуществляется новой и горпочтой по всей украине плотность вязания у меня получилось 15 петель в 10 сантиметрах так спицы четыре с половиной миллиметра плотность вязания пряжи 250 грамм плотность вязания сказала и за скриньте себе схемку чтобы сверяться по сантиметрам девчонки потому что здесь уже вы понимаете вот он свитер это же говорю я доснимаю это вы можете его связать в одно сложение будет вам совсем-совсем паутиночка понимаете вы можете его связать из какой-то и из обычного вот этого мохера кстати все кто в украине есть у нас и кид мохер и обычный мохер вот это 200 метров 100 граммах это просто будет теплый свитерок то есть вы можете адаптировать его под как бы любую пряжу это первая вещь вторая вещь что он очень хорошая удачная модель для полных девочек вот и вы адаптируете и размер под себя так что не волнуйтесь я бы его кстати полненьким и рекомендовала эту модельку они худеньким и вот 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 так начинаем итак начинаем мы девчонки очень просто для начала я беру нить в два сложения набираем в четыре сложения петли таким вот образом чтобы краешек был поплотнее набираем 80 петель для всех размеров ты говори на будет одинаково а там вы уже будете корректировать длиной регланной линии я набираю 80 петель обычным совершенно способом здесь просто я чуть-чуть уплотняю край вот но на одну спицу набираю так пришлось не перенабрать петли сильно затянула не могла продвинуть поэтому внимание девчонки значит последнюю петлю я переодеваю на левую спицу и про тот протягиваю через нее первую петлю когда у нас будет ровный красивый краешек так надела теперь вяжу и мне нужно провязать эту а дело вроде бы как так теперь я вяжу 4 ряда лицевыми петлями ничего не делая просто лицевыми петлями по кругу я вижу сейчас так провязала я 6 рядов девчонки и начиная седьмого ряда будем делать добавление добавление у нас разделила вот смотрите вязание на две части по 40 петель и добавление делать буду в каждом шестом ряду это сейчас у меня смотрят но потом будет через пять рядов значит вот перед маркером из петли из предыдущего ряда поднимаем в любом случае вы можете добавлять любым удобным для вас способом и вот этот для после маркера то есть два добавления у каждого маркера еще если точнее то в одном круге добавляется 4 петли две петли с одной стороны и две петли с другой стороны вот они здесь будут вот и будут здесь вот далее 5 рядов и в шестом ряду снова то же самое и таким вот образом вот я дохожу до 2 маркера добавляю перед маркером я поднимаю можно перекрутить можно просто во избежание дырки то есть я понимаю вот петлю предыдущего ряда и вот так вот перекручиваем смотрите я просто смотрю что там у меня как бы дырочка образовывается значит нужно перекрутить теперь довязывая ряд до конца вот сюда и еще пять рядов и далее снова делаю такие добавления то есть они у нас будут по бокам эти добавления так вот моя горловина девчонки 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 потом когда перейду в реглан я вам ее вернее я сюда прям из реглана вставлю эту горловину сейчас просто не хочу переодевать на другие спицы вот так вот она выглядит она расширяется вниз вот эти вот добавления верху у меня 21 сантиметр пока внизу наверное сантиметров 30 132 и вот так и я разделила на рекламные линии то есть у меня из 80 петель стала 120 петель вот по кругу и росток я вязать не буду потом определюсь как бы по ходу либо это будет азиатские росток либо его не будет вообще почему потому что при этом воротнике я думаю ничего абсолютно не случится все будет очень очень красиво вот увидите я больше чем уверена если нет то мы сделаем азиатский росток значит 120 петель я разделила таким вот образом по 4 петли на рукав по одной петле на регланную линию хотя вы знаете наверно две потому что одна растянется так по новой так меняем здесь у меня будет 52 и 52 и так по новой по 2 петли на регланную линию 4 петли на руках 4 петли на руках 52 и 52 на основную деталь что я буду делать я буду вязать удлиненный реглан и добавлять я буду один раз в каждом четвертом ряду регланную линию по переду и по спинке по рукаву до плеча по рукаву я делаю то же самое рукав у нас не будет широким потому что он у нас будет удлиненные рукав и начинаться он будет где-то с предплечье с локтя поэтому наши руки руках совершенно не нужен поэтому вот таким вот образом мы добавляем в каждом четвертом ряду вяжем наш реглан я отмечу регланы и маркерами чтобы не потерять значит пляшем вот от центра одна петля добавления нет подождите значит это у нас центр рукава значит берем половину рукава это просто здесь у нас на половине стоять маркеры я потом вот эти вот маркеры переставлю то есть две петли провязывая то половина рукава далее да нет добавление видите добавление буду делать не из регланной линии а из основной петли предыдущий из предыдущего ряда точно так же как я делала и здесь по бокам значит добавление двери главные линии между ними я ставлю маркер две петли регланная линия и добавление или главное добавление далее 52 петли 1 2 3 4 5 6 7 8 добавление 2 петли регланной линии между ними маркер одна петля и вот вторая петля и добавление есть и две петли рукава 2 и еще 2 снова добавление следующая регланная линия добавления 2 регланные 2 петли между ними маркер рекламная линия и второе добавление мы распределили еще одну линия я сделаю и в каждом четвертом ряду я вяжу этот реглан так 52 снова регланная линия добавление 1 петля регланной линии теперь я вот этот вот маркер переодеваю сюда 1 петля регланной линии добавление и здесь вот они эти четыре петли это уже добавлено это регланная линия все правильно и далее вяжем по кругу теперь три ряда я запоминаю что это все дело у меня начинается с оранжевого маркера то есть начало ряда теперь три круга я вижу просто лицевыми петлями а далее снова делаю вот эти вот добавления раскручиваются спицы так девчонки одела я на несколько спиц значит что у меня получается у меня получается сейчас вам скажу для реглана 54 петли рукава у меня получается и передняя деталь и спинка получается у меня 102 петли 102 здесь и 102 здесь 55 петель вот видите я добавила удивляюсь сижу и умиляюсь какие числа у меня прекрасные получились что это значит значит длина моего реглана сейчас я вам все промерю ширина вот этих вот 102 петель вот она ориентировочная потому что это еще без в это и и слетают у меня спицы вот у меня получается около 60 сантиметров точные размеры вы уже я так планирую что вы получите в начале видео чтобы вы понимали потому что я сейчас не понимаю но я провязала как бы провязала реглан одела на себя и да шушь такой смотрите у меня слетает очень много петель и все слетает я просто переодела на три как бы пары спиц чтобы чтобы это все дело у меня оделась на манекен и на меня я хотела посмотреть глубину реглана нравится мне это все дело или не нравится значит я сейчас как бы в процессе и юнери эти все линии я вам нарисую схему и она у вас уже уже в этот момент будет так вот он мой реглан часа вам скажу сейчас на данном этапе реглан только у меня регланная линия немало немало вот сейчас по переду и спинке у меня хватает как раз ширины до 100 предостаточно так длина регланной линии у меня много целых сорок три сантиметра боже кто мне выплыть поможет кто знает эту песню я ее помню из молодости и она мне очень нравилось так сейчас вот что хотела сказать что значит я не делаю подрез по вам что в длинненом реглане это не так уж и нужно значит что я не нужно сейчас на вот эти вот спицы провязать переднюю деталь и спинку соединить без подреза без ничего я соединяю и далее мы просто продолжаем вязать не буду я никаких резинок на паутинке это мне кажется она так криво и так похабно выглядит эта резинка что мне совсем ее не хочется делать вот что не 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 основную часть детали вернее основной деталь одну из частей основной детали на тушки я довязываю до рукава и вот по маркеру я отделяю рукав здесь нужно эти петельки переснять так есть вставляю на спицах дополнительных петли рукава и перехожу к второй половинке тушки рукаве оставь перехожу на часть основной детали до второго рукава и второй рукав тоже оставлю надо помнить это степи отделила второй рукав смотрите вот он и здесь у меня на рукавах по 56 петель 5656 почему потому что по одной петли я добра добавила с регланной линии и здесь у меня 104 и 104 то есть раз я распределила вот эти петли регланной линии и теперь я замыкаю основу видите вот 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 один мой рукав вот второй я замыкаю в кольцо и вяжу лицевыми петлями уже без добавления без ничего вяжу вниз на нужную мне длину я буду думать сколько так 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 провязана у меня 27 сантиметров и сейчас я петли закрываем каким образом обычным способом но в три сложения то есть 6 нитей вот я складываю нить смотрите три вот этих вот сложения вот и закрываю петли сейчас так захвачу это его толстая нитью чтобы чуть-чуть уплотнить край чтобы он не был такой прям расхлябистый у нас не резинок ничего нету я закрываю вот таким вот образом так вот по кругу все петли так 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 провязана у меня 27 сантиметров и сейчас я петли закрываем каким образом обычным способом но в три сложения то есть 6 нитей вот я складываю нить смотрите три вот этих вот сложение вот и закрываю петли сейчас так захвачу вот этой вот толстая нитью чтобы чуть-чуть уплотнить край чтобы он не был такой прям расхлябистый у нас не резинок ничего нету я закрываю вот таким вот образом так вот по кругу все петли так дохожу я до финала сейчас соединил так вот такой вот у меня нет еще этого чтобы это все выровнять понятное дело теперь по поводу рукава девчонки 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 вязать я буду на круговых спицах потому что мне так удобнее на насущных спицах не так выразилось значит всего у меня здесь распределяю все петли на 4 спицы спицы 400 это просто это тонкая на нее переснимала спицы 4 миллиметра 4 с половиной точно так же как и те были и я просто переснимаю петли провязывая переснимаю на эти носочные спицы и буду вязать сокращение делать я не буду я буду вязать ровно вот такой вот у меня будет пижам пижамного варианта цветы ручек смотрю сюда много наверно вот чувствую я что ничего у меня не получится с этими носочными спицами будет она слетать сейчас попробую потом вам скажу если что перейду на круговые вы же делаете как вам удобнее девчонки я пытаюсь себе упростить задачу не знаю получится ли у меня что-то мне кажется что будет слетать и мне это не понравится либо добавить еще одну спицу шестую как думаете так вот здесь вот я смотрите сейчас я посмотрю что я здесь делаю я наверное не буду я тут ничего делать я думала может добавить петли тут-то все равно у нас дырочка не и прихвачу потом этой ниточкой да и все вот этой вот не буду я петли добавлять девчонки оставлю сколько сколько есть просто держу ровный рукав которому меня уже слетела петля вот видите то чего я боялась но я сейчас попробую если что перейду на круговые спицы так вот вижу ровный рукав так девчонки я провязала но тут нужно мерить я провязала сколько восемьдесят четыре ряда всего тут петли я закрываю точно так же как внизу вот только единственное различие смотрите у меня рукавчик получается при собран внизу же у меня все ровно хотя внизу тоже можно при собрать это на ваше усмотрение как я это сделала точно так же я беру тройную как бы нить как и делала внизу вот и закрываю сначала чередую вот сначала 2 вместе я провязываю первым делом для начала потом 3 вместе то есть чередую один раз я сокращаю одну петлю второй раз я сокращаю две петли так через раз и получится вот такой вот фонарик как бы теперь одну то есть две вместе далее три вместе вот эта петля у нас большая теперь три вместе и так по кругу и заканчиваю свой рукавчик так девчонечки мои смотрите вот на мой результат получилось красиво свободно красиво вот такая вот разлетайка я думаю для полненьких девочек будет шикарная вещица тут манекен у меня размера меньше чем сам джемпер поэтому плечо сползает ну вообще плечо должно держаться вот здесь вот если конечно попробую сфотографировать на себе но опять же я тоже размера меньше чем чем это как бы изделия вот так вот оно выглядит должно выглядеть вот маленько сползает плечико ну чем воротник вы видите такой вот присборенный все остальное внизу свободно как я обрабатывала я утюжила мохер утюжила он сам ой метла у меня прошу прощения девчонки потому что и шила и вязала смела обрезки пока в сторону видите вот это как бы естественное распушение еще никто ничего не начесывала вот так вот она естественном виде вот такой такая у меня получилось в этот раз раз вещица я думаю опять угадали меня на полненьких девочек наших куколок мы их все я с вами прощаюсь насил на сегодня с вами была вика школа рукоделия всем пока пока а и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин